Ветерану Великой Отечественной войны Сергею Сергеевичу Алёхину 93 года. То ужасное время навсегда отпечаталось в его памяти. Ушел на фронт в 16 лет, принимал участие в Сталинградской битве. День Победы встретил в Берлине. Праздновали как могли. Обнимались, целовались, плакали. Когда шла толпа людей, там ни машин, ничего не было. Все улицы были заполонены. Обнимались, целовались, несмотря ни на какие. Знал я человека или не знал, все равно обнимались. Поздравили волонтеры и труженика тыла Федора Григорьевича Жмакина. В 11 лет он встал за токарный станок. Точил детали для нефтедобывающих предприятий. Фронту нужны были не только снаряды и патроны. Самолётам и танкам требовались горюче-смазочные материалы. Работали мы в то время с 8 и до 12 каждый день. Было строжайшее, как говорится, не дай бог опоздать, не дай бог. Работали мы, детали делали для нефтяной компании. Почему? Потому что Бугуруслан это был, как говорится, второй Баку и нужна была стране нефть. Волонтеры акции «Вам родные» вручали героям продуктовые наборы, сувениры с символикой 9 мая и цветы. Всего подарки получат более тысячи жителей Самарской области и 50 тысяч по всей стране. Мы все должны помнить свою историю. А ветераны – это носители нашей истории, поэтому их нужно беречь и заботиться о них. В Самаре размещены многочисленные билборды с фотографиями и напутствиями ветеранов Великой Отечественной войны, послевоенному поколению и современной молодёжи. Главная мысль героев – сохранить память о тех событиях и не дать возможность переписать историю. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.